Всем привет! В эфире программа «Всё лучшее дети» и я ее ведущая Дарья Козина, мама двухлетнего непоседы. Молодые, даже опытные родители ежедневно сталкиваются с множеством проблем и вопросов, как вылечить, чем кормить, во что одеть, как воспитать, чем развлечь и при этом не сойти с ума. В нашей передаче вы найдете лайфхаки, ответы на вопросы от специалистов в разных сферах и актуальные новости для всей семьи. Страшные последствия невнимательности. По всей России участились случаи падения детей с высоты. Роковым местом стали окна, на которые малыши без присмотров взбираются на раз-два. Открывают створки и, потеряв равновесие, разбиваются. Как уберечь своего ребенка от трагедии, расскажем в следующем репортаже. 2 июля Нижний Новгород. В Сормовском районе двухлетний мальчик умер после падения с пятого этажа. Семья благополучная, многодетная. Родители были вынуждены уйти по делам, а присматривать за полуторагодовалым сыном оставили 15-летнего. Малыш залез на подоконник, облокотился на москитную сетку и разбился. На следующий день снова в Нижнем Новгороде по той же причине двухлетний мальчик выпал с четвертого этажа. Ребенок выжил, но находится в тяжелом состоянии. Сейчас за его жизнь борются врачи Нижегородской детской областной больницы. Статистика падения несовершеннолетних из окон ужасает. МЧС России сообщает, что жертвами таких несчастных случаев ежегодно становится около тысячи детей. Безобидное на первый взгляд окно зона повышенной опасности для детей дошкольного возраста. Малышом движет любопытство о границе страха размыты. В летний период буквально каждый день в сводках мелькают сообщения о выпавших из окна детях. Москитная сетка – главный враг. У ребенка создается иллюзия барьера. Достаточно немного на нее надавить, и она выпадает. Спасатели напоминают, что оставлять детей одних в помещении с открытым окном опасно. Ребенок не должен находиться без присмотра в помещении, где открыто настежь окно. Или есть хоть малейшая вероятность, что ребенок его может самостоятельно открыть. Поставьте раму в режиме фронтального проветривания, так как из этого положения маленький ребенок вряд ли сможет открыть окно. Не оставляйте мебель поблизости окон, чтобы ребенок не залезал на подоконник. Лучшая защита – запирающие устройства для окон. На рынке сейчас много разновидностей замков и блокираторов, которые не позволят ребенку упасть. Ценовой диапазон широкий и устанавливается в течение пяти минут. Воспитывайте ребенка правильно. Не ставьте его на подоконник. Не поощряйте самостоятельного лазания туда. Пресекайте даже попытки таких игр. Помните, только бдительное отношение к своим собственным детям со стороны вас, взрослых, поможет избежать трагедии. Спасатели призывают каждого родителя прямо сейчас проверить безопасность окон местонахождения детей. Их жизнь и здоровье – наша ответственность. Для каждой мамы лето – это пора, когда можно чаще бывать с малышом на улице, проводить время у песочницы, купаться в водоемах, неторопливо гулять с коляской по паркам и набережным. Но во время изнуряющей жары состояние детей ухудшается. Младенцы становятся капризными, могут отказываться от еды и испытывать проблемы со сном. Как помочь пережить малышу этот период, защитить от перегревания и теплового удара – расскажем далее. С наступлением жарких дней родители малышей стали беспокоиться о том, как уберечь свое чадо от перегрева и теплового удара. Дети первого года жизни находятся в группе риска. Терморегуляция, маленького организма еще только налаживает работу. Из-за нахождения на жаре или в духоте у ребенка сбивается режим сна, появляется тревожность, нарушается теплообмен. Погулять нужно будет максимум до 10 часов. И мы говорим не то, что там со старшими детьми с 12 не гулять, с маленькими уже с 10. Лучше на улицу не выходить. В комнате все-таки где-то прохладнее, то есть ребенок должен находиться и вести себя как обычно, то есть обычный режим дня. Ничего специально заставить ребенка спать в определенное время, то есть как бы, ну, не надо. То есть все подстраиваемся под режим каждого индивидуального ребенка. Для прогулки идеально утренние и вечерние часы, когда солнечные лучи не такие агрессивные. Лучше одевать ребенка в светлую просторную одежду из натуральных тканей. Также стоит позаботиться о головном уборе. Не забывайте давать ребенку пить простую чистую воду. Значит, малыми порциями, но чтобы бутылочка с водой, когда идут гулять, была всегда с собой у любого возраста ребенка. Вот. И, значит, влажной салфеточкой промывать, как бы, это самые ручки, лицо у ребенка, чтобы он не перегревался. Если малыш все-таки перегрелся, стоит немедленно выполнить несколько простых действий. При тепловом ударе, значит, неважно, какой ребенок, какого возраста, мы говорим вообще про детей. Это занести, значит, в прохладное место, положить на горизонтальную поверхность, ноги положить на подушку или на валик, убрать лишние, ну, какие-то теплые части одежды, расстегнуть, значит, воротнички и холодное полотенце на лоб. Если рвота, положить на бок и давать воду маленькими, обычную простую воду маленькими глоточками. Если есть возможность, отправляйтесь на природу, где вы сможете проводить время на свежем воздухе в тени деревьев. Купание в уличном бассейне разрешается также ранним утром или поздним вечером, около 20 минут. После следует насухо вытереть ребенка и перенести в прохладное место. Солнцезащитными кремами лучше не злоупотреблять, использовать только гипоаллергенные, предназначенные специально для детей. Каждый родитель хочет, чтобы день рождения его ребенка прошел ярко и оставил массу положительных впечатлений. Сделать его особенным, запоминающимся и неповторимым не так просто, как может показаться. На помощь мамам и папам приходят праздничные агентства. Если одной анимации, дискотекой и мыльными пузырями детей уже не удивить, то выездному кукольному театру феи праздников это точно под силу. Не мультики и фильмы так завороженно смотрят дети. Бессмертная классика, сказка о рыбаке и рыбке в кукольной интерпретации. У родителей не всегда есть время сводить ребенка в театр, да и билеты в нашем городе достаются самым быстрым. У воспитателя с 12-летним стажем Елены Константиновой появилась идея создать выездной кукольный театр, который сразу нашел отклик у саровчан. Елена, расскажите, а как вообще появилась идея создания кукольного театра? Я часто езжу на семейные региональные слеты и там постоянно мы видим какие-то новинки. И как-то с нами проводили куклотерапию. После этой куклотерапии я вышла совсем другим человеком. Я влюбилась в этих кукол. Они живые, они яркие, они настоящие. И я тут задумалась, а почему наш саров без таких кукол? Ведь кругом меня окружают дети. Я воспитатель, кругом дети. А я активный резидент клуба «Семья». Там тоже окружают постоянно дети. У меня 27 племянников, двое детей, кругом дети, разные дети, счастливые дети. И этим детям нужен театр. Появилась идея родить вот такой выездной кукольный театр. Но не просто кукольный театр, а с интерактивом, чтобы дети были главными героями спектаклей, чтобы они участвовали с нами, сопереживали с героями. В спектаклях от феи праздников дети сами создают место действия, становятся непосредственными участниками сюжета. В сказке о рыбаке и рыбке ребята с помощью ленты имитируют морские волны, из которых на протяжении представления выплывает золотая рыбка. Мы упомянули так вкратце куклотерапию. Так что это такое вообще? Куклотерапия – это метод психологической помощи. Она помогает во многом. Даже при заикании, при тревожных состояниях, адаптации ребенка к садику, какие-то конфликты внутри семьи. Также для метода самовыражения. Почему именно кукла? Потому что это родом из детства. Кукла – это твой партнер. Через нее ты проигрываешь свои чувства. С куклой легче открыться, легче доверить какие-то свои тайны, открыть свои внутренние состояния. Ей ты больше доверяешь. И можно достичь эмоционального равновесия. На самом деле интересный такой метод, интересный способ. Так, расскажите еще, какие вообще праздники проводятся, в том числе с отключением вот этого кукольного театра? Также я занимаюсь ростовыми куклами. И часто одно другому не мешает. И мы начинаем программу именно с ростовой куклы. Это как бы мини-сюрприз для детей. Интерактив начинается именно с ростовой куклы. Она как сюрпризный момент. Выходит, заманивает детей, увлекает в путешествие, с ними играется, задорится. Дети заряжаются положительными эмоциями. И потом она их приглашает на кукольный театр. Там уже они с интерактивом смотрят сказку, участвуют в этой сказке. И, конечно же, спектакли наши также и заканчиваются игрой. Потому что главная для детей – это игра. Их все детство выстроено на игре. Завершаем мы спектакли всегда тоже игрой. Либо это фольгированное шоу-дискотека, либо это шоу пузырей. На данный момент есть две постановки. Мы уже совсем молодые. Мы только начали. Мы еще совсем дети. Но уже хорошо отработаны у нас два спектакля. Это сказка «Рыбаки и рыбки» и сказка «Всеми любимые гуси-лебеди». Сейчас готовятся декорации к третьей сказке «Витькина история». Это более такое шуточное, более такое в диалоговом режиме с детьми. Интерактив юные зрители очень ценят, спешат на сцену с горящими глазами. Она, к слову, может быть абсолютно любой. Выездной театр хорош тем, что спектакль можно организовать где угодно – в школе или детском саду, в квартире или на даче. Спектакли рассчитаны на детей от 4 лет. В арсенале феи праздников также несколько ростовых кукол. Бамблби заказывают мальчикам на дни рождения. Мишка-зефирка в розовом платье. Мишка-вафраке. Их даже часто взрослым заказывают на юбилеи. Уточка-лалафафан. Хаги-ваги. Насыщеннее и веселее праздник сделает живая анимация. Это может быть клоун с фокусами и подвижными играми. Или пиратская вечеринка. С ними можно корчить смешные рожицы, состязаться в перетягивании каната или устроить зажигательные танцы. Надолго запомнится ребенку фольгированная дискотека, мыльное шоу или трюк, в котором он сам окажется в гигантском пузыре. Украшением станут гелевые шары или фигурки из колбасок. Безусловное преимущество для родителей в том, что все это есть у феи праздников. Здесь вам составят индивидуальную программу вашего яркого события на любой вкус и кошелек. Артисты смогут найти подход даже к самым требовательным зрителям. Какие самые интересные события удалось провести или проводите постоянно в таком текущем режиме? Мне очень нравится ходить в наш теплый дом. Там в основном ребятишки-подростки. Возраст такой сложный, когда они не заинтересованы, вроде как казалось бы. Даже приходишь, они иногда такое вот самовыражаются. А мы взрослые, нам уже ничего не интересно, нас не удивишь. Ну, хулиганство такое вот. И я поняла, к ним не нужно приходить со сценарием. Надо просто с ними играть, быть живой, также озоровать, даже давать возможность им быть у руля, когда сценарий диктуют они. И тогда у нас получается такое просто шоу. Я с ними заряжаюсь просто. И даже не обижаюсь, если где-то что-то не так пошло. Я стою на место ребенка, так, управляйте вы. С ними просто надо быть такими, как и они. С ними нужно играть, озоровать. И позволять им тоже быть в интерактиве, быть в празднике, быть главными героями этого праздника. Праздники в итоге в теплом доме поистину являются теплыми, такими легкими, озорными, такими эмоциональными, что оттуда ухожу под впечатлением я. И прощаются со мной дети счастливыми глазами. Веселая компания, любящие родители, организация от феи праздников. Идеальная формула озорного и незабываемого события. Погрузиться в атмосферу кукольного театра и разнообразно провести день рождения. Выписку из роддома, юбилей взрослого, праздник в группе или классе – легко. Обращайтесь по телефону. Плюс семь девятьсот восемьдесят семь пятьсот пятьдесят семь сорок семь двадцать один. Все родители мечтают, чтобы их дети выросли здоровыми, умными и счастливыми людьми. На пути к заветной цели может помочь наша передача. С вами была Дарья Козина. До новых встреч. И пусть родительство будет в радость. Субтитры подогнал «Симон»!